Добрый вечер! О своих политических планах, ну и, конечно же, о любви. Но мы, правда, поинтересовались, готовит ли сам генерал себе завтрак. А, Женя, почему? Я бы даже обиделась. Знаете, у всех по-разному семья. Нет, нет. Правда, у меня есть одна заветная мечта. Вот все слышу, кофе в постель, кофе в постель. Ну вот, пока ни разу. Так, Александр, может быть, уже назад? Подарок 8 марта. Мне хочется почувствовать, что это такое. Я не думаю, что это очень здорово, вообще-то говоря. Постель. Я обязательно пролью. Попольешься. Не обязательно. Но все-таки. Разбывает, почему не попробовать, правда? Кофе в постель генерал обещал. А что касается его умения готовить, то, говорит он, военный человек, командовал от отделения до армии, так что можно не сомневаться. Голодным не останется. Например, сделает яичницу. Это тоже большое искусство. Что тебе, дорогой, еще на завтрак? Видишь? Не верю, говорил Станиславский. В их семье, рассказывает Лебедь, заводила жена. Именно вот такой ее веселый нрав помогал ему всегда в жизни. Надо отметить, когда супруга рядом, лицо генерала просто светлеет. Она отходит, и, можно сказать, лица нет. Александр Иванович, а вот вы генерал от дома. Кто командует у вас? Отличная жена. Только жена. За партией в шахматы генерал рассказал, что у них трое взрослых детей. Два сына и дочь. У старшего сына и дочери уже дети, так что Лебедь трижды дедушка. И о внуках говорит с любовью. Какие разные глаза. В прогулки пришел и еще один постоянный, похоже, самый любимый член семьи. Великолепный Боб Тейл. Были вымыты лапы перед едой, и завтрак у генерала начался. Голос. Громко. Заслужил. Вы рады встаете? О седьмого всем. Боже мой. Подъем, побрился. Сначала физзарядку сделал. Потом контрастный душ. Потом побрился по завтраку, пошел на работу. Позвольте поправить. Бреется он всегда вечером, перед сном. Я не знаю, почему он решил сыграть на публику. А ваш любимый парфюм? Любимый. А для кого он ваш любимый? Такого, по-моему, не имеется. Но если все-таки его назначат любимым, тогда дракон. Ну, насчет завтрака мы уже выяснили. Да, я с голоду не умру. А любимое блюдо есть? Я отношусь к той категории людей, которая ест, чтобы жить, а не живет, чтобы есть. Если к любимому, то, наверное, немножко к пельмени. Впрочем, еще раз напомним. То, что готовит, говорит, делает и советует жена, для генерала все самое любимое, как и она сама. Мне Инна Александровна рассказывала, как вы за ней безумно красиво ухаживали. Я теперь от вас хочу услышать. Как это было? 9 октября этого года будет 30 лет. 30 лет, как мои знакомые. Я в 67-м году по окончании школы пытался поступить в родное училище, но... До этого мне немножко не повезло. Мне проломили нос. В училище я не попал. Попал на завод. Влетный училище, да? Влетный. Попал на завод. Получил достаточно примитивную задачу по шлифовке плоских магнитов. Целый день их добросовестно шлифовал, нашлифовал целую кучу. И по завершению рабочего дня решил, что моя миссия исчерпана. Тут ко мне подошла очень строгая, красивая девушка. Порекомендовала мне убрать за собой станок. А тут я и попался. Любовь с первого взгляда? Да. Но между встречей и свадьбой ей было 4 года. Очень серьезная была девушка. Короче, ухаживал генерал за своей будущей женой 4 года, но рассказывать об этом красиво не умеет. Просто ухаживал. Всегда умел защищать. Цветы дарили. Да. Правда, ворован. В общем, ворован. Он встречал меня по проходной всегда с такими огромными букетами роз. И говорил, что... С собственной дачи. А я так наивно верила. Думаю, такой розарий, такой розарий на даче. А в самом деле, она самая сдача на даче. Цветы действительно были сдач, которые я обносил. Вы, Александр Иванович, умели говорить слова любви? Честно говоря, не очень. Как в этом фильме, вы старый солдат, и не знаю слов любви. Но он очень любовно молчал. Если она стала моей женой, значит, я ее уговорил. Ибо женщина любит ушами, конечно, говорит. Он каждый раз говорил, солнышко мое, солнышко мое. И так каждое утро до сих пор начинается с того, что солнышко мое после этого. Заметьте, уже сколько лет действует. Александр Иванович, я знаю, что Инна Александровна для вас это самое святое в жизни. Но вы все-таки как мужчин, других женщин, так хотя бы краем глаза замечаете? Я не эмоциональный. Я признаю тот факт, что большая и лучшая половина человечества это женщины. И не более того. Как выясняется, генерал человек не эмоциональный. А вообще в своих отрицательных чертах характера говорит не имеет привычки. А о положительных считает нескромно. А вообще какой вы человек по характеру? Целеустремленно. Целеустремленно. То есть я себе наметил цель, я иду на ней. Иногда прямо, иногда в обход. Но я до нее дохожу. Всегда. У вас сейчас какая самая главная цель? Разглавить государство российское. И прекратить весь тот бедлам, который в нем творится. Мне надоело, даю сжоги. Супруге тоже нравится, что ее муж целеустремленный. А еще тщеславен, как любой военный, и самолюбив. В семье его родных, говорит, даже ходила легенда, что еще в пятилетнем возрасте заявил он, что станет генералом и стал им. Позже он мечтал стать и космонавтом. Но есть у Лебедя и еще один талант – актера. В школе в драмкружке занимался. Увлекало его это ремесло. Я был очень активным участником. Лучшие роли мальчика Кайи, снежные королеви, Робин Гуд. С большой дракой на сцене какого-то немецкого генерала играл. Пять-шесть ролей было. Генерал, конечно, не грациозен, как Газель, но подвижен и танцевать может. Естественно, только с Инной Александровной вальсирует. С ней умею, могу, правда, могу, при этом и надо наступить на ногу, поэтому. А я делаю вид, что ничего не произошло. Она делает вид, что ничего не произошло. Вот в этом, как там говорили, идеальная пара, когда муж храпит, а жена глухая. Супруга считает, что ей в жизни повезло. Муж у нее, как говорят, на все руки мастер. Его научил всему отец еще в детстве. Но больше всего любит он работать с деревом. Больше всего я люблю работать с деревом. А так я могу практически все стеклить, белить, красить. Плотничать, столярничать. Терпеть не может возиться с электроприборами. Обычно говорит, знаешь, надо выбросить. Балкон, если на него завернуть, я его отбивал весь, все и делал. Генерал не собирает ни значки, ни марки, но есть у него одно маленькое хобби. Любит он гладить пододеяльники. Жена этого терпеть не может делать, собака не умеет. Значит, остается любить, гладить пододеяльники мне. Все остальные... Еще раз мораживать в холодильнике. Еще генерал, человек слова, сказал в 93-м году, что не будет вообще пить и не пьет. Был нормальным десантным генералом, который мог выпить столько, сколько надо. Все, что горит. И потом, насмотревшись на некоторых представителей нашей высшей политической элиты и военные, тоже решил, что я не буду ему подобляться, я буду самым трезвым в нашей стране и бросил. Так что только по праздникам уверяет, за компанию с женой бокал шампанского выпивает. В общем, ведет здоровый образ жизни. Как? Показал наглядно. И еще, если бы вы показали, как вы отжимаетесь... Упал, отжался. Генерал, человек без комплексов, упал и отжался. Ну и о других увлечениях Александра Лебедя. Говорит, любит ходить в театр, но только малые. Любит этот храм искусства исключительно за классический репертуар. Современные пьесы не приемлет ни в каком театре. В живописи не разбирается в этой области главный специалист супруга. Увлекается литературой. Вы любите классику, да? Я люблю классику. Ну и в классике людей с неповторимым языком. Надо уметь говорить так, как никто до тебя не говорил. По крайней мере, стараться. Что касается высказываний самого генерала, то до него так образно у нас действительно никто не говорил. К примеру, на вопрос, любит ли он баню, так может ответить только лебедь. Нет, в баню ходит только тот, кому лень чесаться, говорю. Или вот еще один классический пример ответа на вопрос. А как вы относитесь к тому, что о вас говорят, что вы непредсказуемый политик? Вы говорите, замечательно. То есть десантные принципы ждали мы, нас на кораблях, а мы с горы на лыжах. Еще генерал Лебедь любит широкую, раздольную русскую народную песню, но сам поет только под настроение. Например, простенькую разину, например, паростепь, который замерзал ямщик, например, про Ермака, который ко славе страстью дыша в стране суровой угрюмой на диком бреге Ратыша сидел, объятый думой Высоцкого. Мы еще траву кушаем, век нащавили, с кислыми душами, опрыщавили. Мы еще вином часто тешились, разрушали дом, дрались, вешались. Тут хорошо поется про комбата, который оттолкнулся ногой от Урала. Не любит же генерал две вещи. Во-первых, ходить на охоту, но не любит это даже не то слово говорить, слишком мягко сказано. Терпеть не могу охотить. Я по-всякому в жизни бывала, хоть злее убивать не могу. И, во-вторых, этого не любят оба – выходить в свет. Вам нравится ходить на приемы? На приемы что вы имеете в виду? Прием, когда принимают, вот Александр Иванович приезжает, приемщи с него там устраивают или вас приглашают. Нет, скажи мне, это не очень нравится. Ну, не знаю. Прямо скажу, мне тоже не нравится. Это тусовка, но это вот необходимая принадлежность. Тем более, что вот именно, что они все едят, а ты им что-то в это время рассказываешь. Мне задали вопрос и начинают бутерброды метать пончиками. Поездки за границу, говорят супруги, их совсем не изменили. Оно красиво нравится, хорошо обустроенная, чужая жизнь. Чужая, хорошо обустроенная, все там есть, но это не наша жизнь. Там долго жить я не могу. Александр Иванович, а вы тут с Биллом Клинтоном. Как вам Билл Клинтон показался? Как он не мог показаться. Веселый президент, хорошо обустроенной стороны. Там другой президент быть не может, он должен быть улыбчивый. Вообще улыбаться, это хорошо. Нам, конечно же, не до улыбок. Но многое все-таки из-за граничной жизни для себя генерал подчеркнул. Главное, правда, давно всем известно, что не умеем мы жить. Но Александр Иванович говорит, что научит. Сам решил научиться жить, другим помочь научиться. В принципе же Лебедь не боится перенимать чужой хороший опыт и учиться у других. К примеру, он, как и любой человек, говорит, может разозлиться на подчиненных. Но он научился сдерживать свои отрицательные эмоции и никогда не повышает голос. Хорошие люди учили, меня учили, потому что офицер это артист. Все люди очень разные. Если ты с одной меркой к ним подходишь, ничего у тебя не получится. Надо вести себя по-разному с каждым человеком. Вы с каждым знаете, как разговаривать? В принципе, могу сказать, что да. Потому что жизнь научила быть психологом. У меня в батальоне было 302 человека. В полку 1564. В дивизии 8500. Я прислужил всю жизнь в воздушно-десантных войсках. Это войска развернутые. Это огромная масса людей. Каждому из них надо что-то сказать свое. И не просто сказать, а так, чтобы он ушел вдохновленный. У вас есть какой-то свой стиль в одежде? Нет, я большую и лучшую половину жизни проходил в военной форме. Там был стиль, так сказать, не мной определенный. Ты прекрасно вписывался в тот стиль. В тот стиль я прекрасно вписывался. Это было мое. Я армию любил. Люблю и любить буду. Я родился солдатом. Мне никогда не было трудно, тяжело. Грязь, мороз. Все не имело никакого значения. Сегодня у Александра Лебедя слишком мало свободного времени. Они с супругой редко бывают вместе. Даже бегать по утрам перестали. Охрана мешает. В отпуске не были уже три года. Выходных нет. Особенно сейчас, когда у Александра Ивановича бурная политическая жизнь. Так что встречаются по вечерам. И перед сном, как принято, без этого спать не ложаться, три партии в нарды обязательно играют. Можно играть в шахматы. Но в шахматы у них никаких шансов. А нарды... Несмотря на свою сокрушительную отставку с поста секретаря Совета Безопасности, Александр Лебедь по опросам и рейтингам пока остается в обоими самых перспективных политиков. Но это сегодня. До сорока же лет мысль стать политиком ему в голову не приходила. До сорока лет нет. В 90-м году я от воздушно-нассандных войск был избран делегатом на 28-го съезд КПСС. Я впервые в жизни увидел людей, которых привык лицезреть на стенде, предбираться, как КПСС, воочию, вблизи. Поразился их пустоте, серости, бездарности, никчемности. Удивился, почему они нас ведут, а мы по отдельности вроде бы и умные, и волевые. Все вместе образуем стадо и за ними идем. И для меня рухнули все авторитеты. Вот тогда эта мысль его и посетила. Когда-нибудь хотели на кого-нибудь быть похожим? Нет, я никогда не хотел ни на кого быть похожим. Никогда. Мне отец завещал фамилию Лебедь. Я ее передал сыновьям и внуку. Он под этой фамилией родился, поэтому умру. Никогда ни на кого не хотел быть похожим. Про фамилию вашу красивую Лебедь расскажите. Отец родился в селе Терныс, в Московской области. Это Украина. Село наполовину было укомплектовано именно лебедями. И далеко не все они были между собой родственниками. Так, как где-то Ивановы, где-то Петровы. В данном случае были лебеди. То есть лебедей много у нас? Было много. Вымерло то село. Может и мало осталось лебедей на этом свете, но один генерал Лебедь уже оставил свой след и пытается оставить его в истории, став в 2000 году президентом. Постепенно он собирает свою команду и приблизительно знает и расстановку фигур. Но до 2000, говорит, еще много изменится. Ну, хотя предположение есть. Знает, примерно. Секрет? Ну, то, чтобы секрет. Я точно знаю другое, что ни одна операция, план, который был объявлен заранее, выиграно не был. Ваши оппоненты еще утверждают, что Коржаков нужен был вам только лишь потому, что его и вас обидели в Кремле. Это так? Да он уже забыл, что такое обижаться. Я просто не знаю, что это такое. У меня это вопрос принципиальный. Никие ребята стянули. 538 тысяч долларов новеньких зеленых в коробке из-под серых. Коржаков их задержал. А вы ему доверяете? Ну, как можно вести разговор о доверии относительно человека, которого практически не знаешь. Вы его представили в Тульской предвыборной кампании? Ну, я просто знал там раскладочку. Надо было мадам Мавродик представить. А вы бы его взяли в свою предвыборную команду? Взял. Мамы всякие важны, мамы всякие нужны. Пока на дворе 97-й год, и генерал думает, что взял бы бывшего охранника в свою команду, что будет позже, он не знает. Главное же, считает, нельзя допустить окружить себя халуями. А вдруг как-то изменилась ситуация? Ну, я не знаю, каким образом. И президент вас позвал опять в свою команду. Пошли вы? У меня нет вопросов, президент. Вы себя считаете мудрым политиком? Есть такое умеривое ума и мудрости. Умный человек всегда найдет выход из безвыходного положения, а мудрый в него не попадет. У вас есть мечта? Мечта? Я вообще не мечтателен. Я человек прагматичный и твердо стою ногами на грешной земле. Я не мечтаю, я рассчитываю. Я шахматист. У нас вот с Гарри Кимовичем Каспаром давно идея родилась, вызрела. Какой-нибудь банк учреждает приз 5 миллионов долларов. Мы играем одну партию. 3 миллиона победителей, 2 по миллиона побежденному. Он согласен, я согласен. Банк пока найти не может. 8 марта, такой редкий для наших российских женщин день. Вот вы, генерал, что вы сказали бы нашим женщинам, что бы вы им пожелали? Я бы не им пожелал. Я бы пожелал, обратился бы в этот день к худшей половине человечества и сказал бы ей, о худшая половина мужики, кончайте квасить. Давайте научим наших женщин улыбаться. Своей же супруге, кроме, конечно, обещанного кофе в постель, генерал сделал поистине генеральский подарок. У вас счастье, у тебя мужа хорошего. Вы смотрели программу «Герой дня без галстука». Принимал нас у себя дома Александр Лебедь. Смотрите нас каждую субботу в 16.20 на канале НТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин